Блогер против нардепа, бегающий банкир Андрей Анистрат усомнился в заявлении Юлии Тимошенко о ежедневной 10-километровой пробежке. В ответ лидер Батьковщины пригласила его на совместную тренировку. Кто выиграл этот спор, расскажет Ольга Теребинская. Несколько дней тому назад в фейсбуке на странице Андрея Анистрата появилось видео, где он проверяет бассейн экс-президента Януковича, в котором тот якобы каждое утро проплывал 5 километров. К этому же видео прикрепляет заявление Юлии Тимошенко о ежедневной пробежке на 10 километров. В словах политика блогер усомнился. Юлия Владимировна, конечно, не подкачала. Десяточка каждый день. Хочу я посмотреть на это. Даже пульс померять. В ответ политик пригласила блогера пробежаться вместе. Семь утра. Место встречи. Заповедник в Кончезаспе. Все на месте. Юлия, Андрей и журналисты. Он не верит, что я роки в 20 бегаю. Бегаю 10 километров. То есть у меня пляшка Горнового вина. О, так что, бегусь? Да. Да. Перебивайте кто? Чтобы на 100% убедиться в правдивости слов политика, Андрей основательно снарядился. Мини-камера, квадрокоптер, а на руку Юлии Владимировны одел специальный прибор, чтобы следить за ее пульсом. Если он превысит 155 ударов, значит бегает политик не каждый день. Стартуют под прицелом камер. И в лучших традициях блогерства все происходящее сразу же транслируется в прямом эфире на Фейсбуке. Ребята, мы сегодня выбежали с Юлией Владимировной на то, чтобы зафиксировать 10 километров. Вот. Юлия Владимировна Тимошенко. Точно на Петровка. Первый круг, второй, третий, а значит большая часть дистанции уже позади. 6 километров. Я гибу. И вот последний пятый круг. На датчиках 9,5 километров. А значит полную дистанцию еще не преодолели. Решили бежать еще один. 12 километров, година 20. Насправді мені важливо було, щоб, ну, ці такі не дуже добрі висловлювання ваші в мою сторону, щоб були споростовані. Я вас переконую, що стану Юлі, який я побачив, якщо б бігли післязавтра марафон, повну дистанцію марафону, 42-200, от я гарантую, що Юлия Владимировна закінчила бігу за 4.30. Пульс нижче 150, це значить, що людина кожна, ну, постійно в тренінгах. Це значить, що серце в неї велике. Ось серце там в неї біле, серце велике. Треноване, да? На 42 км пока не согласилась, но половину дистанції пообещала преодолеть. Так що 8 октября в Мюнхені Юлия Тимошенко пробежит свій перший полумарафон. Ольга Теребінська, Алексей Шматов, подробності, телеканал «Интер».